Mi 10T Pro, ребята, это тот Xiaomi, который составит конкуренцию новому OnePlus 8T. Ведь у него есть все характеристики, которые могут составить конкуренцию многим смартфонам. Ведь вспомните Xiaomi Mi 9T Pro, смартфон, который был ниже основной линейки, и при этом он обладал AMOLED-матрицей с безрамочным дисплеем. И когда вышел Poco F2 Pro, все подумали, что вот его продолжение. Ну и посудите сами, сегодняшний наш герой Mi 10T Pro не так уж то и смахивает на продолжение всей этой истории. Он больше похож на совершенно новый гаджет, ведь он должен закрыть пустую нишу в 2020 году для компании Xiaomi. Смартфоны с IPS-матрицей. И у меня много вопросов есть к этому гаджету, и мы сейчас обо всем поговорим, но для начала. Не забывайте участвовать в конкурсе на Poco X3, где условия настолько простые, что я думаю, даже ребенок смог бы поучаствовать. Там одна подписка на телегу и оставить просто свои данные. Так что обязательно участвуйте в этой халяве с Poco X3. Хорошо, переходим к сразу же делу. Xiaomi Mi 10T Pro. Это достаточно увесистый смартфон, 218 грамм. Диагональ дисплея 6,67. И учитывая, что у нас здесь нету каких-либо закруглений на лицевой части, к этим габаритам реально нужно привыкнуть. И учитывайте, он у нас без чехла. Если его добавить, то по размерам он, наверное, будет очень схож с Poco X3. А если вы не держали X3, то зайдите в какой-то магазинчик и просто это сделайте. Кстати, большое спасибо магазину Allo за то, что предоставили нам на тест 10T Pro. И вся компоновка смартфона мне очень напомнила Xiaomi Mi Note 10. И в общем-то это нормально, хотя многие говорят, что конвейер это плохо. Но мы не раз разбирали у нас на канале, что без конвейера в этой сфере невозможно прожить. Так, схожесть минут 10 тут проявляется практически во всем. Нахождение микрофонов, кнопки и разъемы. Точно такой же порт Type-C, который несимметрично размещен. Но я бы хотел обратить внимание ваше на другое. Тыльная сторона у нас из стекла. И вот этот цвет, вот это матовое стекло, оно просто здесь фантастическое. Вот я не могу подобрать других слов, потому что смартфон очень красиво смотрится и премиально. Ну а сверху вас ждет вот этот гигантский, ну не знаю, мега гигантский. Наверное больше даже чем Vivo X50 Pro модуль для камеры, который очень сильно выпирает. Конечно чехлом скорее всего все это скроется, но Mi 10T Pro из-за этого толстенький. Прям таки возрождение серии Mi Max. И друзья, в модулях камер здесь у нас есть заглушечка. Мне непривычно это видеть в серии Mi, но скорее всего для симметричности они это сделали. Но телевячок, блин, хотелось бы очень сильно телевячок. И из того, что мы привыкли в виде смартфонов, значит во-первых 3.5 джека здесь нет, Type-C есть ясное дело. Две сим-карты только, слота под карты памяти нет. Но это флагман, поэтому привычно для флагманского сегмента не иметь дополнительной карты памяти. Но слава богу есть индикатор событий, который компенсирует вот именно отсутствие Always-On дисплея. А динамик, кстати, расположен внизу слева. Что немного неудобно, если вы правша и придерживаете смартфон мизинцем. Он однозначно будет закрывать звук и конечно же это неудобно. И экран, как вы уже поняли, у нас IPS 144 Гц. И у нас есть адаптивная частота обновления дисплея. То есть в зависимости от условий герцовочка меняется. Хотя, честно вам сказать, если поставят любое приложение, которое отслеживает герцовку, то мы это сможем увидеть во многих смартфонах. Но компания Xiaomi поставила на этом акцент. И фанаты IPS, конечно же, скажут, спасибо тебе большое, Xiaomi, задрал этот OLED. Но как вы, друзья, понимаете, это идеальный механизм для экономии. И матрица, ну она не совсем дорогая. Я даже не могу сказать, что она прям-таки яркая. И, наверное, очень скульпулезные люди, даже взяв лупу, заметят там сеточку, которая присуща была смартфону K30. Мне кажется, они взяли матрицу именно с того смартфона и поставили ее сюда. Только фронталочку разместили одну и левее. Ну и помните, что с IPS нельзя сделать нижнюю рамку более тонкой. И ни сканер отпечатка пальца сюда поставить. Но мне очень нравится это решение, встроить сканер именно в кнопку питания, которая здесь работает просто шедеврально. Ведь его работой я полностью доволен за это время использования. И, знаете, вот есть реальные недостатки у IPS-матрицы, но есть и достоинства. IPS бережет ваши глаза. Так вот, друзья, если вы любите IPS, напишите об этом в комментариях. И почему, если AMOLED, тоже вас там жду. А по поводу программного обеспечения, здесь у нас, ясно дело, MIUI 12. Все вы ее знаете. И она реально была создана для большой герцовки. И вот в этом смартфоне Mi 10T Pro связки с MIUI 12 и Snapdragon 865, и с частотой развертки 144 Гц, просто все кайф. И к этому еще сверху добавили крутейшее вибро, как с Mi 10. В каждой ситуации оно отрабатывается по-разному. И вот это MIUI, слушайте, мне это так сильно нравится. И вот сочетание с хорошим вибро, все просто кайф. Да еще и плюс ко всему, есть интересная настройка звуковых эффектов. Когда играет музыка, она будет визуализироваться на заблокированном экране. Но, друзья, у нас проскакивали с этим небольшие баги. И я удивился, если бы их не было, потому что у нас смартфон инженерная версия, то есть не коммерческая. И, друзья, давайте теперь пройдемся по железу. Здесь все просто зашибись. Snapdragon 865, память UFS 3.1 и LPDDR5. Как вы понимаете, такая связка просто бомбовая. И смартфон очень шустрый. И вот мне реально будет его сравнить с OnePlus 8T, ведь именно он заряжен под скорость. В играх, как вы понимаете, Mi 10T Pro красавчик. Опять-таки, у нас инженерная версия, но все работало идеально. Да слушайте, даже когда ты делаешь фотографии на 108 мегапикселей, фото не грузились, как в минут десятом по пять секунд. Здесь все моментально. И многие тут скажут, Антон, что-то ты слишком облизываешь. Да вот понимаете, зачастую бывает, что попадаются те смартфоны, там что-то подлагивает, а здесь инженерный экземпляр, и работает все идеально. Мне это нравится. И по нагреву, смотрите, на корпусе 41 градус, спустя 40 минут троттлинг теста. И 39 градусов было на экране. Троттлинг составил 20%. Результаты не идеальны, но, надеемся, у нас получится провести эти тесты также на коммерческой версии смартфона. На остальном железе я здесь не буду останавливаться. NFC, Bluetooth, Wi-Fi. Здесь, ясно дело, все топчик. И интереснее всего, однозначно, камеры. В Pro-версии стоит сенсор от Samsung Bright HMX. Если вам мой английский не понравился, можете поправить меня в комментариях. И это точно тот же самый сенсор, что стоял в минут десятом. Но здесь стоит 7 линз и апертура f1.7. И оптическая стабилизация. Это очень интересная связочка. И сразу же отмечаем шикарнейшее оптическое размытие, которое выглядит очень красиво, фоткая вблизи какой-то объект. То есть, это естественное боке. Тем более, что оно присутствует и при съемке видео. Ну и также можно фоткать на 108 мегапикселей. Там детализация при хорошем освещении, мое почтение. И сейчас я вам покажу фото, сделанное на 108 мегапикселей. Кстати, сама фотография делалась очень быстро. И вы можете видеть детализацию. Конечно, здесь ни HDR, ни других улучшалок. Все это здесь не работает. Но для постобработки такое фото крайне хорошо подходит. При этом сам вес фото 13 мегабайт. Это очень мало, как для 108 мегапикселей. Ведь у нас здесь нет HDR и тому подобного. А если фоткать в стандартном режиме, и еще мы, кстати, сравнили с iPhone SE 2020, то сразу же заметен более широкий угол именно в Mi 10T Pro. Да и сделав кроп, видно на iPhone шум и худшая детализация. Xiaomi здесь однозначно лидер. И сразу же переходим к вечерней фотографии. Если на первый взгляд iPhone отработал неплохо по работе со светом, то сделав кроп, Xiaomi продолжает доминировать над SE. Показывая намного лучше детализацию и отсутствие шумов по кадру. Теперь ночной режим. Здесь мы выбрали прям очень тяжелое условие. И на мое удивление он смог показать достойный результат. А переместившись на небо, мы даже звездочки видим. Ну за ночной режим, ну прям огромнейший лайк. Поверьте, там вообще ничего не было видно, а здесь эти 108 мегапикселей вытянули. Так, ширик мы уже решили сравнить с iPhone 11. И посмотрите на эту доминацию от компании Xiaomi. На небе просто разрыв iPhone. Да, HDR работает идеально. И Mi 10T Pro показывает даже цветопередачу правильную. Фронталочка. Xiaomi имеет крайне маленький угол захвата. И мне не особо понравилась цветопередача. Но в детализация на Xiaomi опять-таки получше. Также в смартфоне есть режим длинной выдержки и куча разных приколов, которые любой любитель компании Xiaomi о них знает. Но, друзья, вы, конечно, скажете, Антон, а почему ты не сравнил этот смартфон с другими конкурентами? Во-первых, у нас некоммерческий экземпляр. И я хочу это сделать чуть позже, когда выйдет, допустим, тот же OnePlus 8T. А, и в Mi 10T Pro есть 8K. Но лично для меня это больше маркетинг. Давайте же посмотрим, что у нас есть в 4K. 30 кадров в секунду. Так, а это у нас видеосъемочка. Тестируем с iPhone 11. У нас сумерки. Давайте с фокусировочкой посмотрим. Естественную бокашечку вы можете посмотреть на жирном хорошем сенсоре. Работа вот такая вот у нас со светом. И давайте, давайте сюда пробежка. Работа стабилизации. И еще раз фокус. Опа. Камеры, конечно, вот так вот нужно держать, чтобы они были в одном месте. Ну. Что-то в этом роде. Ну и звук, ясно дело, вы слышите. Давайте еще раз про... Вот это моя ходьба. Это простая моя ходьба. Как-то так. Так, теперь автономность. И здесь у нас 5000 мАч с энергоэффективным процессором на сутки вам будет хватать. И даже оставаться по 30% вечера. Но не забывайте, что матрица IPS и при активном использовании у вас гаджет сядет достаточно быстро. И вот наши тесты за полчаса ютуба 7%. Это многовато. Хотя при этом в играх за полчаса только 10% разряда. Опять-таки все благодаря энергоэффективному процессору. В комплекте блока у нас лично не было. Но мы схитрили и взяли сяомишный блок на 33 ватта. Зарядили этот смартфон за полчаса на 59%. Нормальный результат однозначно. Но явно конкуренты даже подешевле предлагают цифры побольше. Xiaomi поработай, пожалуйста, над этим. И в концовочке вот что еще вам хочу сказать. Когда я устанавливал приложение на этот смартфон, тут у меня на весь экран высвечивается проверка приложения, то есть реклама. Я как бы понимаю, что ее нужно ставить в бюджетные смартфоны. Ведь таким образом, в принципе, производитель старается компенсировать эту сладкую цену лично для нас. Но в серии Mi мне очень не хочется видеть рекламу в MIUI 12. Xiaomi, пожалуйста. Так, и последнее обсуждаем, что здесь это стерео. Оно здесь есть, и разговорный динамик помогает основному. Но звук там чутка тише. И я не могу сказать, что стерео здесь прям-таки флагманское. Оно просто нормальное, как для этой цены. Ничего особенного. В итоге, что можно сказать? Однозначно видно, что это не Mi 10. Это более удешевленная версия смартфона со своими интересными фишками. Хотя вот эта вот заглушечка на камере меня немного расстроила. Но явно, что смартфон ориентирован на ту категорию людей, которые крайне не любят AMOLED матрицы. И самое главное, любят фотографировать на основную камеру. И еще потом постобработочкой дополнительно заниматься. Ну и здесь очень крутое оптическое размытие. А про ночные фотографии я вообще промолчу. Просто гигант. При этом флагманское железо достаточно нормальная автономность. И все это делает, опять-таки, интересный экземпляр из Mi 10T Pro. Друзья, вот такой был обзор от меня. Большое спасибо. С вас палец вверх. И обязательно ждите сравнения на нашем канале. Подписывайтесь.